Это новости на телеканале Губерния 33. В студии Анатолий Чугунова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. 20 человек пришлось эвакуировать из дома спасателями в Коврове. ЧП произошло на улице Зои Космедемьянской. На седьмом этаже дома загорелся балкон. Огонь перекинулся внутрь квартиры и на соседние балконы. Среди жильцов пострадавших нет. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться на соседние квартиры. Причины ЧП установят дознаватели. В сельской местности потушить загоревшийся дом невозможно, если рядом нет пожарного водоема. Руководство МЧС передало в правительство региона данные. Только 70% прудов во Владимирской области пригодны для использования круглый год. Мы сделали анализ за пять лет министерству, департаменту из тех недостатков, которые нам, так скажем, определяет Главное управление МЧС. Большинство касается источников пожарного водоснабжения, подъездных путей и всего остального. Большая просьба ко всем главам органов местного самоправления. Конечно, пожарный водоем – это зона ответственности, в первую очередь, глав сельских поселений. Но без вашей должной помощи, без помощи не только, добрым словом, у нас работа не сдвинется. На оперативном совещании в Белом доме министр региональной безопасности Сергей Полозин проинформировал. Только 37% пожарных прудов во Владимирской области оборудованы пирсами. К некоторым водоемам невозможно проехать, а значит, пожарным негде будет взять воду для ликвидации возгораний. Одна из главных задач, поставленных губернатором перед муниципалитетами – активно приводить в порядок пожарные водоемы. Сделать это нужно до сентября. – Проведить инвентаризацию совместно с МЧС – справедливое замечание, несправедливое. Цена вопроса, сколько стоит устранить, допустим, замечание по подъезду к береговой линии для забора воды. – Может быть, это действительно, ну, скажем, завышенные требования. Первое. Второе. Определитесь вот по тем районам, которые наиболее сложные с точки зрения состояния прудового хозяйства. Определитесь 20 прудов и те виды работ, которые надо сделать этим летом. – Десять дней назад на улице Садовой в Владимире сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Жильцов приутили родственники и знакомые, но погорельцы по-прежнему надеются на помощь чиновников. Правда, эта надежда тает с каждым днем. Почему, расскажет мой коллега Александр Инин. Он встретился с одним из пострадавших. – Ту ночь Любовь Васильевна не забудет никогда. Какое-то чудо спасло ее от отравления угарным газом. – Полдвенадцатого я выключила телевизор. Все. Дальше я проснулась от того, что мне дышать было уже нечем. Я надышалась, горечь во рту у меня стояла. Я включила свет, увидела в комнате, у меня дым. – Сообщение о пожаре спасатели получили уже за полночь. Когда приехали, все жильцы были на улице. Их разбудила и спасла Любовь Васильевна. Сгорела кровля – 240 квадратных метров. Спасти деревянный второй этаж не удалось. Да и первый сейчас непригоден для проживания. Любовь Васильевна ушла к знакомой. У ее подруги тоже не хоромы. Всего лишь комната в общежитии. – У нас здесь хозяйка. Я здесь никто. Я здесь никто. Ну, скажут помыть посуду – помою посуду. Сказут разогреть обед – разогрею обед. – Вот. Стирать надо просить мне другую соседку. Ничего, никаких условий. Поспала и иди дальше. Куда там? Иди на свою квартиру. – Которая сгорела? – Да. Помыть посуду и разогреть обед – теперь большая проблема. Ведь на весь этаж одна газовая плита, четыре конфорки. По вечерам ими пользуются сразу 30 человек. – Надо занимать очередь. Если воду выключили горячую, значит, нужно воду греть. Надо детишки, у кого детишек, мыть. А я здесь человек чужой. На меня глаза косят. Мне тут вообще не место. На старости лет без своего угла плохо. По телевизору Любовь Васильевна слышала, что по горельцам положен маневренный фонд. Написала заявление, но ответа нет. – Мне сказали, что меня не поставят. У меня площадь, позволяющая, в которой в этом написано свидетельство, 32 квадратных метра, которых у меня уже нет, меня на очередь не поставят. – Бюрократические шестеренки действительно вращаются небыстро, но бабушку не оставят без крыши над головой, заверили нас в мэрии, как и собственников еще четырех квартир. – Все на сегодняшний день обратились. Постановление сейчас находится в стадии согласования. После его подписания, в течение трех дней, собственники, которым положен маневренный фонд, будут уведомлены и смогут уже туда переехать. Данная гражданка указана в постановлении о выдаче, и она получит жилье. По закону, каждому собственнику сгоревшей квартиры в маневренном фонде положено шесть квадратных метров. Но Любовь Васильевна получит отдельную комнату. В ней будет больше квадратов и ни одного соседа. А еще она – ветеран труда, и при желании ее готовы принять в Доме ветеранов. Александр Инин и Евгений Адамов. Продолжаем выпуск. За прошедшую неделю во Владимирской области от укусов клещей пострадали 193 человека. Среди них 27 детей. Всего с начала сезона за помощью в лечебно-профилактические учреждения обратились более 700 жителей региона. Случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. Чтобы исключить эту опасность, специалисты рекомендуют привозить клещей на исследование. Сделать это надо в первые трое суток. Лаборатория работает во Владимире в Центре гигиены и эпидемиологии. Во Владимирской области стартовал региональный этап второго сиросийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости. Жюри определит лучший центр занятости и лучшего специалиста. В этом году впервые выберут и лучшего профконсультанта. Комиссия будет оценивать мастерство специалистов, которые помогают людям в поиске работы. Итоги регионального этапа подведут в июне. Победители представит область в федеральном финале конкурса. А вот имена лучших студентов колледжа и талантливых школьников уже известны. В столице региона отметили достижения победителей призеров всероссийских и региональных олимпиад. Награды получили и воспитанники военно-патриотических клубов. Торжественное событие произошло в детском технопарке «Кванториум». Подробности далее. Вот этого парня я вижу уже весь этот год. Он на самом деле забрал всемыслимые и немыслимые призы. Никита Пшунов победитель и призер Всероссийской олимпиады по истории. Этой наукой десятиклассник увлекается с детства. Считает, что знание истории помогает выбрать правильный путь как государству и обществу, так и конкретному человеку. Из всех эпох школьника больше всего интересует 20 век. Этот период наибольшая часть оказывает влияние на нынешние события, на вообще современное развитие политики и современной истории. Каждый гражданин России должен знать свою историю, гордиться своей страной. Соответственно, максимально уметь отличить правду от лжи. В числе награжденных студенты колледжа из разных районов области. Они стали победителями региональных олимпиад среди профессиональных образовательных организаций. Соревнования профмастерства проходили по 21 специальности. Дарья Шумилина заканчивает медицинский колледж и мечтает о карьере врача. Там были теоретические и практические занятия. У нас было три манипуляции. Мы выполняли внутривенно-струйное ведение лекарственного средства, сердечно-легочную реанимацию и антропометрия, измерение роста веса. Да, я бы очень хотела поступить в ВУЗ, даже выбрала себе уже университет. Готовлюсь к вступительным испытаниям. Эксперты отмечают, олимпиады и конкурсы профмастерства повышают престиж рабочих профессий. Именно такие специалисты сегодня востребованы на крупных предприятиях. Профессионалы нужны также в малом и среднем бизнесе. Сегодня вот малый и средний бизнес, он тоже перестраивается на производство. Не только на услуги и торговлю, а на производство. Это очень важно, это нам очень нужно. Тем более, таких ребят нужно награждать, нужно их направлять на другой уровень, не только региональный, а на федеральный. Пусть даже они не одержат победу с первого раза, но, по крайней мере, они заразятся вот этой энергией, которая присутствует там. Заместитель губернатора Владимир Куимов подчеркнул, участие в таких конкурсах необходимо и школьникам, и студентам. Это хороший опыт, который поможет им в дальнейшей учебе и профессиональной деятельности. Важно для ребят это, потому что они, соревнуясь, пытаются разобраться со своими ошибками, перестают бояться, выигрывать, побеждать или не побеждать, справляться со своими эмоциями, потому что, послушайте, задания невероятно сложные. Достижения школьников и студентов были бы невозможны без поддержки педагогов. В их адрес тоже прозвучало немало теплых слов. Преподаватели надеются, что их воспитанники смогут достойно представлять нашу область и на федеральных этапах всероссийских конкурсов профмастерства. Ирина Начарова, Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. И к другим новостям. В культурном выставочном центре «Галера» открылась выставка Марка Маргулиса. Свой проект он назвал «Стол. Репетиция номер 10». Это встреча учеников, мастера и великих художников из прошлого. И все это в виде творческого диалога. Проект Марка Маргулиса родился еще в 80-е, в основе теплых воспоминаний мастера о своем детстве. Родители художника накрывали на стол и приглашали близких. Вели беседы о политике, жизни и, конечно, об искусстве. Я понял, что за этим столом должны оказаться художники эпохи Ренессанса, барокко, рококо, классики, импрессионисты. Поговорить о том, как посетители выставки относятся к искусству вообще. Что они думают о современном искусстве? Что думаем мы? Творческий диалог поколений поддерживают и ученики художника на выставке представленных работы. Марк Маргулис уже много лет руководит экспериментальной студией. Он обучает детей из 30 стран мира. Художник дает ученикам полную свободу в творчестве, но при этом учит важным основам – смешивать цвета и строить композиции. Мы же знаем, что, как наших детей, очень часто могут призывать к порядку. Могут говорить, вот как ты себя ведешь нехорошо, нам стыдно за тебя. И дети сразу же начинают входить в какие-то узкие рамки. Он не призывает к анархии, но он воспитывает человека, который умеет пересекать внутренние границы. Но не вседозволенность это именно, а внутренняя граница творчества. Наш постоянный телезритель, житель города Владимира Александр Федоров поделился видео, которое он снял сегодня утром. Необычный случай произошел на грузовой стоянке на 16-м километре южной объездной трассы. В гости к дальнобойщикам заглянул лесной гость. Перепуганный заяц метался из стороны в сторону, пытаясь найти выход. Славик, лови давай! Давай! Очевидец считает, что заяц просто заплутал, так как поблизости находится лесной массив. Кстати, по недавним подсчетам госохотоинспекции, на территории нашей области обитают 11,5 тысяч заяц-беляков и 1300 русаков. Это были все новости на данный час. Еще больше информации на нашем сайте trc33.ru. Я с вами прощаюсь. Не пропустите итоговый выпуск новостей, который выйдет ровно в 19.00.